всем привет дорогие друзья мы с айханом в аэропорту сабиха говчин улетаем из стамбула в аланью в общем стамбуле 7 градусов сейчас заходим в аэропорт и я вам расскажу и покажу все самое интересное ехали мы сюда два с половиной часа от места где мы летим авиакомпании пегас здесь будем брать наши посадочные но номер резервации у нас пришел по эсэмэске у нас только ручной багаж сейчас айхан вводит номер резервации р 9 у 2 w эй вам да вам совет и кисе наши имена высветились теперь да вам наши места 20 мам 28 по 28 е и сейчас вот здесь нам вышли наши посадочные билеты 1 и 2 поскольку у нас только ручной багаж вот такая вот два чемоданчика нам не придется нам с айханом не придется стоять вот в эту вот видите за нами вот в эту огромную очередь мы взяли наши посадочные теперь можем можно запаковать чемодан стоит 35 лир или 6 евро можно запаковать пластик мы с айханом никогда не пакуем из хитвы зала нет между а потому что мы летаем либо с чемоданчиками маленьким либо точно с только срочной клади поэтому мы никогда не покоюсь кафешки всякие вкусняшки берите с собой потому что чай аэропорту стоит 8 лет 7 сколько 12 анеке 7 12 лет булки по 6 по 7 лет поэтому все берите с собой ну или можете здесь выпить чаю и съесть в общем вот эти вот булочки нам все вышли 50 лет что еще вам бы сказать в аэропорту в стамбуле у нас три аэропорта сабиха гекшин который постоянно работает аэропорта татюрка который скоро закроет и открылся новый самый большой в мире аэропорт и стамбула поэтому когда вы прилетаете в стамбул смотрите какой аэропорт вы прилетаете новый аэропорт еще полностью не начал свою деятельность несколько международных рейсов а вот так профессионально айхан нас открывает бутылку зажигалкой и готова спасибо друзья если вы хотите купить недорогие напитки и всякие разные снеки в аэропорту сабиха гекшин на самом нижнем этаже когда вы прилетаете в зоне прилета на самом нижнем этаже есть магазин гратис там можно купить косметику и есть вода сода на общем различные напитки и кое-какие снеки поэтому мы всегда покупаем там там вода стоит одну леру а в кафешке стоит 4 я вам рассказывала о аэропортах в стамбуле один из самых крупных точнее самый крупный аэропорт мире построили как раз стамбуле и называется он и стамбул аэропорт все международные рейсы на которых мы летаем летаем компанией пегасос мы летаем компанией пегасос и летаем из аэропорта сабина гокшинс аэропорт компания пегасос это русский вариант победы но чуть наверное с более лучшими условиями потому что у них всегда в стоимость билета включен ручная кладь вот такие вот чемоданчики которые у нас вот они включены всегда в стоимость в общем из аэропорта сабиха геокчин и также в него из центра и в центр стамбула на кодеке и в такси входит трансфер который стоит по моему 20 лир в общем большие автобусы выходите из аэропорта всегда они там стоят и съехали мы сюда и кибучук сад мы ехали сюда на такси потому что мы очень устали и два с половиной часа за такси мы отдали 150 лир если кому-то нужен будет номер мы запишем но это такси только из велик дюзю сейчас мы выпьем наши напитки и пойдем уже на посадку кстати друзья когда вы пролетаете валанью на каникулы даже если вы живете в алании не забывайте что из аэропорта газипаши вы можете улететь в стамбул достаточно дешево вот я например билеты на сегодняшний день брала вчера и заплатила всего 102 лиры по моему за человека поэтому прилетая в алании приезжая в аланию обязательно слетайте в стамбул но в стамбуле вам может быть хватит одного дня посмотреть только центр но минимум два-три дня берите походите на истекляли в такси ими сходите в султан ахмет в аэсофию и можете обратно вернуться в аланию все это можете сделать своим ходом ссылки на резервацию отеля на билеты на самолеты все в описании к моим видео есть поэтому заходите смотрите их конечно же при прилетайте в стамбул потому что особенно когда вы приезжаете летом стамбул он совершенно другой теплый красивый зеленый а сейчас он вот такой вот серый как вы видите в общем мы кушаем пьем наши вкусняшки и уже идем на посадку айхана заставили снимать ботинки и ходить в таких вот галошах вот там вдали подъезжает наш учат учак учак самолет сейчас его быстро подгонят к рукаву наш самолет немножко задерживается и мы уже полетим в аланию соскучился и представляете друзья на этом же самолете летят наши подписчики из шанса чуть-чуть задержали в аэропорту сабиха гекчин открылась открылась новое крыло и сейчас мы ждем пока нас пустят самолеты потому что нас самолет опоздал прилетел высадил пассажиров недавно они вышли и сразу заходим мы не персу джамбак очень длинный коридор это новое новое крыло аэропорта и вот с такими чемоданчиками мы всегда летаем мы готовимся к взлету все мы И из иллюминатора открывается вид на вечерний Стамбул. Посмотрите, насколько он огромный. Просто невероятно бесконечный город. В этот раз он был пасмурный, серый, холодный, очень ветреный. Но все равно даже в такую погоду он остается любимым Стамбулом. И из любимого Стамбула мы летим в нашу любимую Аланию. Сейчас в Стамбуле, наверное, 5 градусов, а в Алании порядка 20. Очень красивый город, просто невероятный. Сюда хочется возвращаться постоянно. Компания Пегасус – это бюджетная компания, поэтому в самолете даже не дают воду. Покажу вам цены на сэндвичи. Сэндвичи стоят 15 лир. Вот такой вот завтрак 25. Бутерброды сэндвичи 12-15 лир. Вода стоит 3 лиры, кола 10 лир, сок 10 лир. Ну и различные есть напитки. Например, суп 10 лир, мюсли 12. Вот такие вот нудлы 15 лир. И заранее, когда вы заказываете билеты на их сайте, вы также можете заказать горячие блюда. Суши, салат или салат с креветками, или какой-то вот такой вот салат вроде бы с курицей. В общем, нам нравится. Мы не жалуемся на то, что здесь нет еды, воды, все берем с собой. Но зато билеты очень доступны. До Стамбула, Аланьи, до Стамбула, до Аланьи мы долетели всего за 130 лир за человека. А можно купить билеты и еще дешевле, если покупать заранее и на непопулярные дни. Все, мы приземляемся. Вот там вот вдалеке, в самом вдалеке видны уже огни гази пошли. И сейчас осталось совсем чуть-чуть. И самолет приземлиться, мы подлетаем в Гази-Паше. Привет, Аланьи, мы по тебе очень скучали. Все, мы дома. Мы прилетели, наконец-то, в Аланью. Сейчас сядем на трансфер, который называется Хаваш. Он входит только к отлету регулярных рейсов и приезжает только к прилету регулярных рейсов. Стоит он, по-моему, 20 лир. Если вы летите какими-то иностранными авиалиниями или чартерами, этот чартер не действует. А вам нужно заказывать индивидуальный чартер, точнее частный. А мы надеемся, что этот чартер, этот трансфер нас дождется, потому что у нас самолет немного опоздал. И вот он, вот этот трансферный автобус Хаваш. Их бывает несколько. Один идет в сторону Гази-Паше, по-моему, а вот этот наш идет в сторону Аланьи. Все в него загружаются. И от автовокзала, от аэропорта в Гази-Паше он идет прямо до автовокзала в Аланьи. И приезжают они всегда к регулярным рейсам. Не к рейсам чартерным, не к рейсам иностранных авиакомпаний, а только к регулярным рейсам Пегасус и турецких авиалиний. Редактор субтитров А.Семкин